уйди 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 хороший вариант повоспитывать раздражитель уйди он нельзя уйди сказал сюда уйди отсюда уйди отсюда говорю быстро уйди отсюда говорю ты посмотри на него извиняюсь за такое видео надо воспитывать парню вообще не слышит нельзя сказал уйди отсюда блин ты чё я не понял а то такое говорю сейчас валер пойдешь себе деловой хам ну чё пойдем за хлебом нас отправили за хлебом нельзя как нет завтра банида уезжать опусти прогулять молодец девочки красавцы дигля и теперь ой колобок сама не сходи только суженую забрали молодец бани . ничего нормально на поводке ведется и блин напылили на красавцы не она классно вот так вот за хлебушками пусть прогуляется завтра должен забрать монетку поэтому по страхи в город пройтись ну что ж поведение да она нормально себя ведет ой смотрите смотрите ласточка и кошка атакует кошка нельзя нет нет нельзя тут такое ведь сразу уж нас нельзя молодец на кошка на уже нюхи нет нет но вы видите как меня маги собаки слушать хотя толком ее не занимался не воспитывал кстати там парень на поводке стоит риэром бегут и 3 он его гоняет 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 то пожаре насмотрятся роликов детки видели да реакцию на кошку поэтому самое главное что мне нравится что она поргал на раз все подчинилась успокоилась а сейчас вагнер был дальше рвал металл поэтому с детства надо воспитывать чтобы они тебя боялись уважали угадываем такое чем что хлеба этот не будет у нас хлебом проблем только беда то привезут 20 буллогих разберут без ставите блоги рубает сразу дверью закрывать у нас вход собака кстати я перевел перевел трассе тетли хлеб попозже а что сейчас есть вот этот батон все как я и сказал уже с утра привезли разобрали к обеду еще провести хорошо батон был батон снижая на бутерброды хочет сделать покушать даже ребят это знать как лечится хорошо она слышит да берется с поводка отпускается не сначала на поводке возле кошки проходишь воспитывать потом уже без поводка потому что она будет в городе ходить вестись это то это будет не есть хорошо эти кайки скорее скворцы а вон то кошка сейчас мы попробуем ближе подойти и и ругать ну не совсем близко это кошка чужая была сам сейчас покажу как я сразу пресеку не буду даже поводок затягивать ну если близко подойдет понятно хочу продемонстрировать как собака непослушным но когда она тебя уважает боится хозяина она готова быть за не сдать послушать но нету кошек ближе хочу ласточки атаковать любим поймал ласточек просто люблю у нас эти дома они нормально уже гнездо свели по ночам отдыхают они рано встают птички рано ложатся и она умная девчонка я сеть чуть-чуть у заниматься дом мощная сука мощная конечно как кобель широкая ну вот и системе заниматься андреа бульдожим тебя порадует просто если это кобель был бы вы представляете насколько он должен был быть больше мощнее еще чем сука вот от него бы щенка бы конечно кобеля можно вытащить монстрика как халка вязку взял сарабов там кобель будет просто монстр стой 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 и дебе колобок услышал нас прикол видно видно что она петуха просто надо заниматься бомба знаете я серьезно весны если плотно заниматься молодец и тонусе и держать и через полгода в каран возмужая это чудо будет агрегат страшно бы кабели питбули будут бояться конкретно в раму здравствуйте раму имеет морду вот он кошка на полянке сейчас мы запряжем они то сюда один стой да нет тише тоже арабсисты это рад с ким на дурку это дно араб я скажу газует на ким назад выйдет мало гуляя спокойно я где-то кошка что сим подставил это не что-то почему иду что праздражитель что проконтролирует вам показать как это надо делать нет нельзя позвать на коротеньком нельзя нет нет что такое а у нельзя так делать получишь вот мне нравится то что ведь я его порно сразу к земле то вышел пойдем то что она меня слышит и слушает все хотят гулять заниматься колобок отстанет так кто там орёт я не понял молодец идем афиньки давай все . стоит рассказать здесь там блана здесь может стал бы еще привязать так пойдемте по самым состоять эй а угомонились говорю когда ты посмотри на ней иди обследуй территорию все теперь они переживают собаки я его боюсь дергаюсь чтоб не прыгнулся так нет нельзя нет уйди 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 ты чё делаешь а я тебе сказал нельзя значит уйди что ты что ты что ты из my что ты смотри ты а ты нет нет иди может афинка лежит иди сюда вагнер давай иди гуляй иди гуляй показал что только с моим разрешением афинка моя девочка я честно за нее что переживаю ребят лежит пипец и плохо его ты что на и солнце лишь лишь я реально плохо и это интерьер это крышка это это крышка запах даже я знаю этого интерьер это все это писец полный самая страшная болезнь которая она не лечится только вот как зубы так сомкнула что не могу даже влить подожду жесть просто жесть аделька у нас интересно подходит но это честно это уже все это 50 на 50 и сейчас буду делать физраствору всякие капельницы отсадить ее желательно писец куда вопрос во двор не вариант здесь жалко и просто это все это у него уже запустился процесс видите тайра оклемалась быстро но это только вчера вот я заметил вот сегодня уже ну как и тайре сегодня даем это разбили она во первых не пьет во вторых она уже у него там жесть пошла это я встречала знает а вот сейчас ждем пять дней если в течение пяти дней выживает буду давать изросло все что надо мне просто не знаю какие возить капать и сам буду на наколоть хотя бы в холку просто эта проблема она даже сейчас не открывает рот попробую интернерский но это уже все это уже не поможет на начальной стадии да так сейчас этот интернет сделаю толку жена так промыл руки там обувь помыл подошву теперь надо менять обувь там когда заходит сейчас срочно буду принимать решение что делать как лечить как ее поддерживать организм потому что интернет он интернет не лечится только поддерживать организм можно так мы посиди подожди что пожалуйста сегодня сон видео но хорошо что мы до калитки дошли это опасность для щенков конечно сейчас едем просто уже масло нихерами ласточки гнездо здесь делают прикол сейчас еду кто-то кричит из детей питбуль драгон лайф я по сигналю правда даже не видел кто это все прибежали сюда убрать все что смотрите чушаньте сделала покусал додумаю куда и сюда посадить это все сейчас развязывать целая процедура ими привяжу к той будки сейчас найду за что зацепить на всякий случай заржавел ну уже так будет поспокойнее так не вырвется все 0 здесь так все отделил на всякий случай тут ей некуда запутаться все посмотрел все до столба на вот так достает головой так не запутать все коврик есть будки есть коврик все надежды без воды ничего не случится и чё не бежать блин давайте за все всяким привыкнуть к цепи должна привыкать все теперь мы идем за волчонка так араб и я могу багир подсадить вот соседний вольт здесь символ был до 4 садитесь тоже перестань вообще спокойно нельзя араб нельзя не а муса не багира 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 да иди как и помечу вода тут есть вода вода уберем у нас давно стоит итак нельзя так ничего не случится чуть без воды так подружку пока тоже на березок зато я уже спокойно поедет не дай бог она знаете что сейчас перешло не дай бог она вырвется и побежит кем что все-таки кнусь так 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 здесь все-таки дерево буду смотреть периодически ездили жить нет а нас там есть валеж еще не будем болеет болеет а я могу там закрыть багер критики вроде не так уж и жарко все прошу закрывать я бы так так тут он что уже не помню что это дело чтобы закрыть дальше проживу стоишь что ничего не вижу так вот так так это что она по дороге выйдут а потом перья будет лишь бы не цепанула за это только переживаю так вокруг ее понесу на ладеске все всех отделил спортом и лишь бы не сильно жарко было там багерке вроде нет она часто там днем лежит в будке да не ничего не будет не настолько жарко ветерок это так откроем сразу не волнулись или не покусал ну хоть и все вырвется здесь она никуда не убежит далеко от этого не радует пока без намордника без ничего просто понесу на руках там кажется антисиментарию сделать хотя бы все жечь салону это хорошо если стационарами ведь ее нету на месте просто и плохо она спряталась и не до суеты блин какие взять она сейчас недовольны эти снорма пара все она больше никогда не забыли иммунитет нельзя нет нет угомонились уйди отсюда путь хорошо я вчера помыл бетон и видно сразу что что-то не то что-то не то бы в эти меня не цепану не должен счет пусть он там себя пришла сейчас я венечка в себя придет одену где-то они в такой состоянии забиваются где-то вот она как глаза так лёв головой мы идем мы все меня реально ее боюсь и я хочу делать куртку пойду так давайте намордник может попробовать она так меня цепанят намордник все-таки пойду возьму слова армош того да я чувствую что она укусить хочет и было она не будет ремонт в принципе готов возить ее каждый день любо изолированы до куда лучше конечно ставишь а не дав попал все делали я готов приезжать туда чтоб при мне процедуру делай если они боятся спокойно ну хоть бы выжила афинка молодец 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 воет скулит из последних сил вот и стресс все хорошо афинка успокойся малыш молодец все спокойно переживает за ставим новое место смысл хочет вставить стоит молодец 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 моя девочка моя солнышко все хорошо только камеру выключаю будет не переживай все хорошо афинка не переживай все хорошо афинка так что мы приехали так что мы приехали сейчас попробую зайти без камеры поговорить может нас пропустят бегом-бегом все готовы накрашен так тут написали все сейчас будем ждать очереди а долго ждать будем ждать так ребят вроде все хорошо пока сейчас уже через буквально пару минут уже заносить буду и будем уже смотреть реакцию как она себя поведет такие девчонки такие девчата общительная ну чё начинаем КВН я сам переживаю просто Снежан вытаскивай ключи закрываем машину так вот это сюда мы начинаем КВН поешься ну чё чё молодец там хороший персонал да держи камеру с Богом да лишь бы не цепанули ой запах как пирать сейчас подожди у меня кое-что припасено для этого хорошо все купил ребят огромное всем благодарны за поддержку честное слово потому что в наше время лечить животного это реально дорого я пока выехал сюда я уже потратил четыре тысячи купил это это вроде залил газом уже четыре косыря нету где я поймусь спасибо всем так просто она воняет она в шоке ничего нету не кроме сказали есть сейчас посмотрим на состояние может и не понадобится стационар афинка оденем пока пока оденем а там видно Пусть привыкнет чуть-чуть. Нормально? Просто воняет просто. Навсегда. Даже моя солнышка. Закрой машины. А где ключи? А? Пошли, ты же сбой включал машину. Мне от тебя отдало. Возьми в карман. Открой, закрой. Открой, закрой. Перчатка все скальзывает. Пыталась сейчас снять. На больную кошку. Здравствуйте. Снова мы к вам, папа. Да, точно. Проходите. Спасибо вам вези. Вам очень вези. Это у нас молчонок наполовину. Я понимаю, рассказывайте. Есть подозрение, что это интервит. Но хотелось бы убедиться, взять анализы. И очень плохо. Вчера она уже отказалась. А сегодня прям резкая. А возраст какой? Буквально четыре дня назад ее сестра приболела. Но она на сегодняшний день отдала интервит гель. Оклемалась. Быстренько. И следом она, ну она прям плохо. У нее уже с кровью там что-то выходило. Ясно. Так а возраст какой? Опять не сезончик. А, ну я поняла. Молодая. Давайте я сейчас в целом и смотрю температуру по мере. Послушаю. И тогда уже будем считать с вами диагнозчики. Приходите. Покусайте. Так не тронет она. Боится. Видно, что обезвоживание глазки. Да, да. Обезвоживание по глазам. Резко она. Вот буквально позавчера была отличная. Угу. Вчера. Покажите губки. Вот. А есть возможность, ну, отстегнуть и прямо вот так пастер показать? Ну, они все по-моему очень. Ну да. Хорошо. Открыть прямо пастер? Угу. Может? Или надо прямо? Да, вот так вот. Было бы здорово. Да, отлично. Угу. Хорошо. Хорошо. Можно в принципе обратно сейчас. А есть? Куплю чуть больше. У нее в этой неделе застегнут. Ну ладно. Пока давайте. Ну, на самом деле оно так и должно быть. Ну, хорошо. Чуть-чуть маловато. У нас прям совсем больше просто. Пишите комментарии. Ну, это же как называются эти причины. Вы знаете? Да. Я их даже пользовалась. Будучи в университете. Придержите, пожалуйста. Я температуру померяю. Да. Это полно? Да нет. Нормально. А кал злогонный прям, да? Такой. Да, да. Уже все. Просто я встречался с интернетом. У меня этот буль. Там запах. Сразу этот запах понимал. Да. Запах такой прям похож. Да, детский такой. Угу. А, вы тоже нюхали? У меня парвовирусный интернет. Здесь бывает каждый день по нескольку разу. Да? Уже запах чувствуется. Уже, да, чувствуется? В машине уже можем прийти. Я... Я... Мне достаточно... Просто знаете, честно говоря, все хорошо. Конечно, мы радуемся. Но я очень плохо. Хочется очень ей помочь. Потому что вы очень такая девочка хорошая. Красотка. Она еще... Другую шерсть у меня любящая. Мама, красота. И она самая красивая с чем-то. Угу. 38,8 температура. Это в пределах нормы. Да. И у сестры, когда прибыли, 38,6. Угу. Угу. При интернете не всегда повышается температура далеко. Угу. Все. Придержите, пожалуйста, голову. Угу. Очень напрягает. Так, сейчас я принесу тест на парвовирусный интернет. Мы можем это с вами прямо здесь. Давайте. И с лабораторией сразу сделаем. А можно вопрос... Да, конечно. Я видел перчатка. А как себя обеззаразить вот после контакта, чтобы у меня щеница должна еще суть? Да, я понимаю. На самом деле, по-хорошему все обработать. Вещи вот, которые вы сейчас... 63 сотки, да? Не-не. Ну, она у вас прямо там находится, да, на территории? Не, ну, они отдельно. Ну, я же хожу. Да, я понимаю. Есть разные способы. То есть, первый это вариант, наверное, один из самых таких лучших. это сперва все обработать экоцит, вероцит. Ну, продается в ветеринарных аптеках. Все это что имеется? Да. Это, ну, сейчас там, где живет собачка. Места, где вот она, например, лежит и так далее. То есть, это все вот обработать. Ну, хотя бы где-то поздно. Да, да, да. Выдержать экспозицию минут десять. Ну, то есть, это... А трава загниет от этого? Да нет, не должно. И взять ультрафиолетовую лампу и прокварцевать. То есть, это вообще, как бы, отличный вариант. А что на самолете сверху орошать все, да? Ну, это уж, если у вас есть возможность, то пожалуйста. Если таковой нет. Только на игрушечной. Ну, это я вам как вариант, как самый лучший. А там уже на сколько у вас возможностей. Ладно, лишних вопросов нет. Хорошо. Нам чуть-чуть надо. И я по поводу стационара еще поговорим. Да, сейчас? Хорошо, хорошо. Потому что все-таки здесь мне некуда ее отделять толком. Хотя, как говорится, места вроде много, но и нифига толком не придумаешь, куда. И хочется, чтобы за ней прям, ну, все, что нужно, делали. Мало ли, чуть хуже, раз, там, противорвотная, как Ольга говорила. Оле тоже огромное спасибо. Поэтому лучше здесь, но сейчас все остальное услышите. Пока выключаем. Знаешь, что взяла? Возьми ушки вытащи. Вот здесь внизу ушки. Ногтями посмотрю. Вытащу ее в заднюю сторону, чтобы не перегревалось. Так. По поводу стационара. Просто я бы оставил. Потому что мне не хочется лишняя там инфекция. Плюс вы будете присматривать. С чего сразу там в порядок все приведете ее. Единственный вопрос. Кто захочет с ним взаимодействовать. Обноморники постоянно в руке ходят. Не варианта. В этом плане. Может будете пробовать. Если что, я приеду. Хорошо. Есть такая возможность. У нас даже не картошка была. Она быть может. Да? Но она быть может. Ну что делать? Но она обессиленная. Поэтому сильно не будет потендоваться. А еще. Кстати, ей жарко, чтобы сильно не было. У нас там кондиционер. Да? А еще такой вопрос. Который я сейчас забыл. Если вспомню, скажу. А. Если не дай Боже. Если станет плохо. Пожалуйста, не ждите пока что-то случится. Мне позвоните, чтобы я приехал. Всегда так идите к заданию. Да? Потому что я рядом буду. Ну я понимаю. Ну. В основном. У вас какой процент выживаемости? Давайте я скажу по мировой статистике. К сожалению, одно из пяти животных погибает. Одно из пяти? Это по мировой статистике. А у нас? Ну, мы не используем какие-то гомеопатические препараты. Только препараты с доказанной эффективностью. Ну, на самом деле, летальных исходов довольно таки мало. Но случаи бывают разные. Все зависит от того, сколько вируса поступило в организм. Насколько готов организм к перенесению данных заболеваний. Вакцинации были или не были. Ну вот, судя по... Были. Кстати, вакцинации были. Биокан. Биокан. Первая и вторая. Первая 47 дней, короче. А вторая там через 26 дней. Ну да. В целом, переболевшие животные должны... Ну, извините, вакцинированные животные должны переболевать это проще. Но мы с вами не делали, да, на антитела. Смотрели, сколько там у нее выработалось. Еще говорят, что, может, материнские антитела. Ну, есть такой коллостральный иммунитет, но он до определенного возраста. Да. А это уже прошел. И смотрите, у нас уже есть полосочка одна. Покажи мне. Сейчас будет вторая полоска. Это говорит. Это говорящий о положительном результате на парвовирусной эндерит. Сейчас можете дождаться, сейчас выйдет вторая полоска для вас, чтобы это было прям вот точно. Ну, я, если честно, не сомневался. Ну, как бы, я тоже на самом деле. Потому что я знаком с ней. Но на всякий случай бывает, такой запах дает просто очень сильное разложение в кишечнике после какого-то очень серьезного, ну, отрабления. А вот почему она так резко вспыхивает? Вот пять месяцев уже, да, вроде? Да. И раз. Это с чем? Что типа ее небо пришло откуда-то? Откуда-то пришло. А, например. На обуви можно спокойно принести. Ну, а по сути, мне кажется, оно везде, просто иммунка как слабеет что-то, раз она была. Может быть и так. Мы с вами не предупредим. Мы точно не узнаем это. И в принципе в этом необходимости нет. Мы сейчас знаем, да, что есть парвовирус. Это, да, инфекция довольно-таки очень серьезная. Она протекает по разным стадиям. У кого-то в сверхострой стадии. То есть это буквально гибель за несколько часов. От момента проявления первых клинических признаков до гибели проходит несколько часов даже. Острая, но это где-то дней 5-7, но с последующим выздоровлением, как правило. Хроническая есть, но она более редкая. Ну, то есть в основном мы сталкиваемся... Хроническая бывает? Да, более длительное течение заболевания. Да. То есть когда там лечится и недели-две. А, недели-две это хроническая? Да, даже и такое бывает. У меня была такая девочка. Может быть. Смотрите, то есть вот уже как бы явно видно. Можете сюда просветить. Две полоски? Две полоски, да. Положительные, действительно. Что необходимо... А какой именно интеррит? Это уже парвовирусный. Парвовирусный интеррит? Парвовирусный интеррит. А вы на это именно проверяли? А бывают разные? Есть еще коронавирусный интеррит, но на него отрицательно. Видите, одна полосочка. Можете посмотреть. Угу. На коронавирусный интеррит отрицательный, парвовирусный интеррит положительный. А еще же бывают другие? Ну, есть разные вирусы. Или это основной распространенный? Самый-самый частный. Он бы не показал, да, если бы сейчас не было? Нет, точно. Если бы это не то было, он бы и не показал. Ну, другой вирус бы интеррит. Да. Конечно. Так, что мы делаем, чтобы его лучше? Что нужно сейчас? Да. Так как мы понимаем, что собачка обезбоживается, ей необходимо капельница. Но чтобы подобрать ей оптимальный уровень, да, какая капельница необходима, с какой скоростью, для этого нужно знать не только вес, но и нужно знать, какие у нее электролиты сейчас завышены, занижены. Поэтому я предлагаю перед тем, вот как начать лечение, взять общий биохимию крови. Все, что нужно делать. Отлично. Отлично. А это долго? Это буквально минут 15-20. А, все, отлично. То есть это как раз мы можем здесь сделать, у нас же есть своя лаборатория. Общий анализ крови покажет, ну, насколько, да, там у нас пострадал иммунитет, если было нарушение в красной крови, то есть эритроцит. Давай. И биохимию нам самое основное, это только уж посмотреть уровень электролиты и любовь. Давайте уже начнем. Я согласен. У нас готовят уже. Все, что надо, я за. Тоже готовят. Александр, готовь на кадетер. Подписчики нам помогают, поэтому мы все делаем. А мы и так все сделали. Верю. Что будет, сейчас пока готовят нам все, что необходимо, что будет вводиться по капельнице. Ну, то есть в зависимости от электролитного состава, от уровня глюкозы, соответственно, корректировка. Если животное остается у нас в стационаре, ему капает через инфузомат постоянно капельница, без перерывов, для того, чтобы она не обезбожить. Мы перематываем очень значительно, очень хорошо. У нас даже был дикий кот, который без наркоза к нему нельзя было вообще подойти. Он страдал кошачьей инфекцией. И прекрасно, все в порядке было. То есть у нас не таких прям сильно сложно. Срывать она не будет? Когда так плохо, они даже не срывают. Если уж сорвет, мы и зовем вас, к примеру. Но в целом мы самостоятельно справляемся. Собака, она не настолько, ну так скажем, страшна по сравнению с кошкой. Потому что кошки, они даже опасны. Ну и не в состоянии, действительно. Да, конечно. Так вот, в таком хрене бы она так лежала. Естественно, я понимаю. Извиняй. Давайте, вы можете одеть на морду? Да, да, да. Чуть валить, может есть? Я куплю чуть больше вот такой. Дай воротничок, пожалуйста. А, воротничок. Даже воротничок. Может она будет бояться валить? Может просто вот так? Это у нас такое большое, ни о чем. У нас больше просто. Тогда может не надо. Давайте. Давайте оборотничок. Это буквально на пару минут. Да нет, я вот так взял. Если на пару минут. Пусть уже к тому, что привыкла. А то сейчас будет оборотничок еще разница. А у вас нет мысли в Апширонск переехал? Точно нет. Нет, в клинике не Василий. Как говорите? Ах, было бы там можно подержать? Смотрите, что плапан это все не сдвинуло. Я вот одну привыкла. Мощь снимается. Самое главное? Не, не снималась. Самое главное? Не, не снималась. Самое главное, чтобы не подержать. Не подерживайте. Все нормально. Просто придерживайте голову. Мощь снимается. Сюда можно приедешь. Мощь снимается. Мощь снимается. Все сильнее. Да, лучше ее не раздражать. Сюда. Закрой мне глазки, чтобы нормально было. Все, теперь в общем план возьми, чтобы кровь не видал. В общем, подальше. Еще дальше. Сейчас, давай. Кровь маленький. Продолжение следует... Когда приходишь в ветклинику, как-то вот надежда начинает уровень надежды повышаться, как-то и настроение поднимается, если оно. Честно говоря. Я же не думаю, что мы пятерку идем найти, мы же ставим один в пяти. Если что, кушает живьем, может кроликой там же. Сейчас я пойму, где-нибудь тогда не даст вас. Половина, восьмой, восьмой, восьмой. И она будет летать. Ее нужно будет ходить 7-10 дней. Я не могу, что-то, что-то. А это пока, что-то страшно. Я замечал, что когда только вот начинает, только вот начинает отказываться от еды, вялость. Интеросгель даю, отсаживаю и не кормлю. День. И раз в себя приходит, вот часто так. Ну, это вам просто весьмой, потому что эта инфекция так просто, к сожалению, не лечится. Ну, а вот если ее... А, имею ввиду, а если вот ничего не делать, все хуже? Ну, к сожалению, они же могут и погибнуть даже на лечении, а без лечения это тем более. Смотрите, сейчас мы с вами ее взвесим, да, анализы пока делаются. Что будет дополнительно, кроме капельницы и, ну, по необходимости глюкоза? Ну, мы его просто быстренько расскажем. Сейчас я вам покажу сразу, чтобы вы понимали, что будет делаться. Переживаем такие армии щупы. На питомца заботится протокол стационарного содержания, то есть сюда вписывается регулярная температура, вписывается все, что не хотите. Ладно, я с конца рада была видеть. Давай, давай. Давай, давай. Привет, амурцы. Хорошо. Пацанам тоже, спасибо. Мы будем вводить еще антибиотики, ну, чтобы быстрее восстановить. А какие именно антибиотики? Амаксиклаз и метрогид. В вашем случае плюс метрогид идет, да. Чтобы это все быстрее восстановить. Канкуль электроидного состава два раза в день, утром, вечером, для того, чтобы понимать, ну, как корректировать по терапии. Следующий момент. Препараты для восстановления слизистой ЖКТ. Это нам очень нужно, так как при этом вирусы всегда на слазе. Также будут вводиться обезболивающие препараты, потому что это все протекает сильная болезнь. А против арбот? Обязательно. Против арбот. А что именно? Сирина. То есть маропиталь. Плюсом дополнительный регумерал. Ну, потому что в первые дни они испытывают очень сильную тушноту. Заносите сюда в стационарную. Так, дальше. Да, заносите собака. Да, в принципе, время. А, и у нас времени есть. У нас как раз есть. Может взвесим? Давайте. Вот сюда. Просто я вам не верю, доверяю. Мне надо что-то. Да, нахуй. Да, вот только мы не переехали. Вот. У него поднимут здоровление после капельницы. Вчера поднимал, а вот и сегодня. У него дали лекарств. И нет макарных. Может, сорт в 15. Килограмм. 13-15 галков. 15. И чуть-чуть. И чуть-чуть. Пускайте. 15-18. Мало места не будет. Хорошо. Проходите. Все равно нам всю клинику порцевать. Ну и все. Сейчас я основную часть препарата рассчитаю, а после анализа подключим все. А вон там же будет проводник. Через проводник мы будем водить. То есть это трубочка такая отсоединяющая. Нет, я понял. Но вы же будете к ней касаться до ноги. До ноги. Смотрите, сейчас скажу. У нее катетер стоит. Ну, это забыть. Пусть будет. Там проводник вот так вот будет. И мы будем иметь связь с проводником. Подождите, а катетер как он сам зайдет туда? Там уже есть катетер. Нет, точнее в катетер вы же будете. Там уже через трубочку. Ну, я помню. Там же надо открутить колбу. Она будет прикручена? Уже сразу. Она же не будет отключаться от капельницы. Ей будет 24 часа в сутки капаться. Я думаю, тебя не сорвет вообще? Ну, а если сорвет, чтоб я пока здесь был. Мы вам прозвоним. Ну, это сорвут. Давайте сейчас попробуем. Если что, вы не сможете, я буду рядом пока здесь в моей корне. Без проблем. Потому что не дай бог что-то отклониться или вытой. Смотрите, по поводу общего анализа крови. Ага. Сейчас, да? Все снимайте. Смотрите. 0,6 лейкоцитов. Это говорит о том, что у нее сейчас вообще не работает иммунитет. Вообще? Да. То есть это сейчас этот вирус очень сильно, ну, можно сказать, ударом по иммунитету. Ну, это видно. Противляемости, к сожалению, от слова совсем нет. По поводу красной крови в целом все в пределах нормы. Ну, то есть гемоглобин даже ближе к верхней границе нормы. Эритроциты в пределах верхней границы нормы. То есть это тоже говорит о том, что здесь вот вирус активно бушует в организме. Но так как по общему анализу крови мы не знаем, какой вирус, да? То есть мы можем сказать только, что предположительный вирус. Ну и, соответственно, здесь мы по общему анализу видим. Сейчас я отсканирую администратору. А иммунитет как-то поднять можно? Да. Есть, ну, препараты, которые для стимуляции лейкопоэза. То есть мы их в любом случае будем вводить. Да? Конечно, конечно. Уже и полегче с вами. Ну, и в любом случае на все вот это терапии в комплексе станет вирус. А есть такое понимание, что как бы мы ни старались, как бы, ну, говорят, вот пять дней если выживет, выживет, нет, потом нет. Раньше, ну, вот буквально года два назад прям четко была статистика пять дней. Пять дней. Пять дней. Вот если, например, да, вот собака болеет на пятый день, вот она плохо, все ей так вот, все. Думаешь, вот сейчас погибнет. На шестой день она как будто ничем не болела. Но сейчас уже, правда, такой прям статистики нет, к сожалению. Уже все, да. Вирус, к сожалению, ну, либо он мутировал, либо, по крайней мере, уже прям такой статистики нет. Не угадаешь. Да. Они сейчас, если идут, то идут планомерно на улучшение. Качели есть. Хуже, лучше. Там, сегодня не поела, завтра покушала. К сожалению, при такой инфекции в течение нескольких дней мы не ждем даже аппетита. Ну да, и лучше даже не качать. Врач Алина говорит, что обязательно нужно кормить. Подробно, по чуть-чуть в течение дня. Это очень важно. Да, и еще. Но она не будет еще спрашивать. Естественно. Да. Да. А еще что важно сказали? Ну, просто я к тому, чтобы они советовали, там, клизмы или что-то. А, клизмы нельзя. Ребят, камера выключается, наверное, перегревается или что. Ну, все. Пока. Все. 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 Афинечка. Сейчас я лучше стал. Я уже лучше стал без всего эту, без капельницы. Но я не знаю, что она не хочет. Потому что она и... Аааааа... Ааааа... Аааа... Аааа... Не, это хорошо. Не, я имею ввиду, что как-то... ааааааа... Как будто в себя отверг. Сижал, выключил. У нее со рта течет желто. Ждем ребят. Сейчас. А подальше от кварца? Нет. От собачки. От нашей собачки. Ну, без намордника. Буду переживать, что мы не отпусим. Ааааа... Не рассказывайте. Смотрите. А что мы имеем по электролитам? Заниженный натрий и заниженный калий. Ну, то есть для вас это... ну, как бы просто заниженный электролит, а для меня это нужно понять, какой выбор инфузии сделать. То есть мы подключаем капельницы калий. И уровень глюкозы даже завышенный. При норме 7,1 у нее 8,9. Это не говорит о том, что это диабет. Это говорит о том, что она переживает, стрессует. Чуть-чуть нагнался уровень глюкозы. Просто к тому, что нам не нужно слепо вводить глюкозу только лишь после измерения. Поэтому глюкозу вводить мы не будем. Вот и все. Все. Там уже все подготовили. Сейчас собачку заберем. Хорошо? Да. А можно будет с вами без камеры пройти? Вообще вот, чтоб я увидел... Как вы это объясните? Я не могу понять. Камеру нельзя там увлечься? Нежелательно. Тогда... Ну, ты от двери снимешь. Потом... Мы даже можем... Вот возьмем... Этот... Проводник можно подключить. И показать, как ты будешь шприц через проводник. Чуть-чуть... Попробуй дальше. Но имею ввиду, что все-таки достичь. Да. И... Ну да. Ну... Афинка. Сейчас мы нарк возьмем, чтоб не распространять инфекцию. Реклама. Пока, ну отключаем. Я покажу как. Но сейчас да, мне придется, чтоб проводник подсоединит протезор. О, так и скажите. Сначала надо, а потом уже не надо. Ну да, я же говорю, потом через проводник. Все, это да, понятно. Афинка. А вы попробуйте, смотрите, в обычной жизни она вряд ли вам бы далась. А вот сейчас можно вытащить. Может, я чуть вытащу что-то? Нет, пусть там лежит, как некомфортно. Просто мы же сейчас отнести должны, да, поедем? Да, сейчас отнесем. Такова... Нет, у нас. Смотри, тут, где же, прям, может, можешь, поедем. Молодец, Афинка. Здесь сейчас шприцы, не препараты, а просто физраствор, я, чтобы вам показать. Ну вы молодец, честно говоря. Вот, смотрите. Она не отгрызет его, вот, а потом не вытечет кровь. Нет, нет, не переживайте, нет. А если отгрызет, нет? Она будет постоянно капаться. Она не отгрызет, потому что мы сейчас самофиксом зафиксируем, и сверху еще лейкопластырем, чтобы она точно его не отгрызла. Ну вот здесь может отгрызть, а потом польется кровь. Но если отгрызет, кровь не польется в любом случае, она затрамбируется, даже если вдруг не будет течь. Вот, но именно, смотрите, так отгрызть, я не думаю, что она будет грызть, но ее беспокоить не будет, поэтому грызть, если отгрызет, мы... Она будет пытаться еще выбраться. Очень страшно, а там все хорошо. Давайте попробуем. Вот, видите, просто ходим в препараты, да? Вам понести или вы сами? Давайте я сначала катетер ей замотаю. Давайте. Просто я чужой. Что там? Смехай. Смехай. Что, девочка? Попробуйте мне, девочка. Просто это ее первый контакт с чужим человеком. Понятно. Ну, если сейчас плохо, я ей не даю этого. Если с ней ласково, то, в принципе, я думала, она не будет. Не, я думал, хуже будет, поэтому уже могу сказать, что все неплохо, да? Сейчас мы еще прикопластыри. Я возьму прикопластыри, мы его размашиваем за дело. Ага, пока выключайся. Сейчас скотчем замотают. Ей рот, да? Нет, не рот. Я шучу. Я шучу. Я шучу. С вами можно хоть пошутить, а то, когда один и в такое состояние, не знаешь, как я запереживал. А сюда приехали уже, видно, что все будет неплохо. Чтобы кровь циркулировала. Конечно, вы можете попробовать. Сюда даже палец может пролезть. Я на всякий спрашиваю. Надо что, чтобы кровь циркулировала. Здесь ничего такого. И мы затягивали, поэтому... Все, осталось, в принципе, забетонировать ногу. А что, свет выключили специально? А это, да, проверять будут. Так, смотрите. Сейчас ее в стационарь как? Подальше. Вы сможете же ее поднять? Да. Смотрите, только единственное, не вот так мы через стационар пойдем. У нас надо, чтобы мы знали куда. А, через улицу пойдем. Через улицу, вон там будет рулета. Там будет рулета. Я открою вам там дверь и буду вас там встречать. Хорошо? Это недалеко, да? Нет, вот, смотрите. Это дверь. Там будет дверь, которая без рулеты закрыта. И с рулетой. Я там уже буду вам открывать. Вот это возьмите. Да. Как-нибудь так, чтобы не тянулось. Хорошо. И все, я вас буду там ждать. Да, я уже иду. Через стационар вы не ждите. Тишите. Давай, погнали. Давай еще не уходим. Ой, Снежан, открывай. Снежан. Сролеты. Сролеты. Поднимайте ее, чтобы здесь. чем на улице впервые так устану я потому что мы положение несколько видов консерва это будет сухой пор если вы что-то привезете свое то и ваш это допустим не то что мы предлагаем это в принципе консервы это но это хорошие консервы те которые питательны для ослабленных животных именно такие консервы это про план река берина цены или река бери что сказать есть уже какая-то надежда есть честно я чуть расслабился как-то вот внушили мне надежды не знаю прям вот теперь я чуть успокоился слава тебе господину сказали завтра наберем супер и нет сегодня тоже наберите чтобы я уже спокойно не переживал не обещал все опа раньше так на рынке это то еще с рынка профессионально делал на форшоры у родителей хоть теперь выставляют мало а то они раньше мучились сейчас но увидите через год уже будет до сюда выставляем у меня родители трудоголики конкретные со снежаной вам банкроте мы пришли я как мо мо привет тут значит со снежаной проезжаю здесь вот это школу показать кстати звонили свет клиники на пойти оплатить забыл вообще и это проезжали и мама здесь сидит разговаривать женщина с подругой я смотри снежаной сейчас мама нас увидит и чё вы думаете но я так проезжал могу узнала увидел лига уже рукой делать типа стой куда ты дальше едешь ярмала на место 3 сидела ждала этого момента пока мы проедем мама моя все видит все замечает я в нее пошло тоже очень внимательно это с одной стороне хорошо потому что все близко к сердцу от мама тоже мне обидчиво все близко к сердцу принимаем надо как конечно чё только нет у них ребят заходите вот реклама в моих магазинчик моих родителей все что хотите оттуда их все убрали прогнали теперь они полностью сюда забили стараются выживают молодцы я тоже работал значит садина вот это нужно штука так ну все ребятки ты что залетайте говорите что мы это гопа скидку всегда мои родители делают вот там 17 школа который я учился как-нибудь надо вообще пойти минутку все ребят вот так вот позитивненько все хорошо друзья вот берем 70 рублей со скидкой 100 клетка заразная трогать нельзя прилетели болеешь ты как я да в детстве деловой ключ заболели собачки нельзя сейчас заберу это что по челюсти петболем открывать нельзя да это железо зубы поломают и доски без стек для это вот здесь мы со спайком где только не гуляли весь район восхода спайк наизусть знаю попробуй натерю это классно краснотябрьска слышите ребят вот спайк как жил квартира поэтому он у нас такой смышленый все знает ты что так мы выходили шли здесь он по маленькому чудо шишки в туалет по большом классе здесь здесь что-то гонила балкончик класса сейчас было тут бы контент вам снимал постоянно городской короче мигдали форель они тут кушали подписывайтесь на канал пойдешь подсними меня ребят здесь мы занимались на турниках на этом турниках занимались слава богу я его перерос сейчас попробую паучка солнышко крутить вот мы молодежь росли здесь на этих турниках так сидели лесенку интересно всем было выиграть не было интернета не было телефонов мы вот выросли вот бегали играли спортом занимались и кайфовали об этом и выросли вы знаете хоть силой с рукав то сейчас дети вот это ка улица двор друзья девчата спорт круто отвечу давай еще отчеты кушаешь и занимаешься в дом поперкнешься айу красавчик все а умеете фляк делать на коленках вот так вот видите дети где турники есть только аккурат не 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 то на топорчик я тоже умею только это не в шортах делается эту кожу 6 ух тут комары давай делать все молодец все все молодцы все 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 красавчик так держа аэроскопе воспоминания вот там гаражи бегал я тут ходил спортом занимались ну вот так и в горы наверно ай ребят это что ну майкоп по сравнению с общеронском ребят небо и земля здесь цивилизация и и и и и и и и Продолжение следует... 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 так вот один раз на драку на рвется, я уже честно на ходу сплю, что-то меня плющит конкретно все стесняются пышки, пышки, нельзя вот они, они целый день сидят дома че-то не, заходи не бойся, течё тьфец термин не прыгай, что-ра у них столько энергии, тысячу движений в секунду ора пора вот куда подвижный давай валер тимка вот энергия беда не жал меньше было проблем что побольше мог заниматься собачки теперь боюсь трогать вроде в руки помыл все перчатка бога все-таки страх страшного давайте вам пять минут и следующий мусо уйди оттуда мусо лед как слоны тихо тихо шакалы что ли не стих не облизывай меня нет багира не облизывай меня и гуляет быстро давай иди гуляй это касаться мог нельзя нет не трожьте меня уйди все довольны бедняжки бедоложки мы быстренько пусть лодки разобрать прячусь от киары ты голодна вагнер кушать машина просто машина все мусо забор что кушать надо бани то вышло кружок взял мало